Насчет противопоставления разных фундаментализмов, вот, допустим, Жижик говорит о том, что настоящий фундаментализм, который, например, там амиши или буддистов, да, отличается, вот, допустим, исламистных террористов, да, отличается тем, что буддисты или амиши безразличны, этот, вот, ну, это переваленный, да, как бы, вот эта цивилизация западная, которую можно педиковать, она, в принципе, в основном, взялась лично, а вот, допустим, эти исламисты, да, из террористических организаций, они как бы завидуют, то есть вот разные отношения к порочному миру, да, у тех и у других, вот он и так противопоставляет, считая неподлинными именно, вот, террористов, да. Сложно, интересно. Я бы, на самом деле, просто, их фундаментализм все-таки развел бы, да, какой-то, продолжил градацию, да, уже внутри фундаментализма, на фундаментализм ухода от меры фундаментализма в обменах, понимаешь, ну, типа, потому что, если там амиши, именно под наши, какими-то, радикальные старопляции, да, типа, они, ну, радикальные старопляции не хотели, ну, не хотят изменить этот мир, да, они, наоборот, они очень комфортно себя чувствуют, зная, что спасутся именно, именно они малым стадом, да, сестов, а там остальные, это греховный мир, да и греховный мир, да, конечно, ничего хорошего все равно там не получится, а, грубо говоря, какие-то, ну, вот, про кого-то их, ну, так сказать, про кого-то говоришь, да, допустим, исламские террористы, они, как бы, у них такой вектор вовне, то есть, всех вот... Халифан. Да, 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 всех включить и спастись, типа, все вместе, ну, как бы, обневшись и объявшись. Ну что, давайте попробуем вопросы, если кто-то еще хотели побеседовать, просто. Можно, да, доброго слова. Я просто хотела сказать о том, что сейчас очень такие дискуссии острые в обществе по поводу захвата религии в области образования, но многие не помнят, что это уже было в начале 90-х. То есть, я тот человек, у которого в школе был урок закона Божия, православного искусства и православной словесности. Я родилась и училась в Сестрорецке, в принципе, в Санкт-Петербурге. Это было 91-92 год, то есть, когда Советский Союз рухнул, вот эти процессы, они пошли. То есть, одновременно была мода на Кашпировского, на все вот это, и в то же время все резко пошли в церковь. И я в школе учила молитвы, мы их отвечали наизусть, это все было. Хотя изначально я была единственным учеником в школе, который какое-то время не ходил на эти уроки, потому что мои родители были резко против, потом мне просто было уже скучно сидеть в коридоре. И вот что мне интересно, вот этот процесс потом как-то прервался. То есть, вот эта мода, как мне показалось, хлынула, и очень долгое время, с конца 90-х и до конца 2000-х, я вообще не ощущала вот в обществе влияние религии, а сейчас это вновь набрало обороты. И был ли процесс тогда прерван, или все-таки он перешел в какую-то ползающую форму, которую мы просто не замечали? Можно я, Игорь, дополню этот вопрос, когда мы закончили, присоединяемся? Ну, в принципе, да, я закончила. Я бы как хотел сформулировать, как ты вообще можешь прокомментировать, ну, в кавычках, в среднем государстве, России, да, и в любом современном европейской стране, то есть процессы ослабления места религии, как бы сказать, ну, в жизни там среднего гражданина, и наоборот, как бы усиление, подчеркивание каких-то там догматических, христианских, неважных ценностей. То есть, какими там экономическими, социальными процессами ты вот ассоциируешь вот это спады и подъемы религии в жизни общества? Ну, такие два достаточно разных, но не можно, как вопрос, не можно попытаться в одно, в один свести. Ну, если я правильно понял, да, суть вопроса, что, суть вопроса такова, что вот в 90-е, да, сложилось какое-то особое экономическое, социально-экономическое положение, при котором роль религии не была такой острой, да, правильно? Ну, вроде бы религия начала набирать влияние в умах людей, но почему-то этот процесс не пошел дальше, не пошел вот такого глобального захвата религии всех сфер общества. То есть где-то эта линия десекуляризации, да, вот, она прервалась. Ну, а на мой взгляд, на мой взгляд, вот, давайте тогда чуть-чуть поучаствовать, ладно, на мой взгляд, все-таки это связано с тем, что вообще с жизнью внутренней внешней русской православной церкви, с ее спецификой, да, то есть, я так понимаю, что вы учились в частной школе? Совершенно обычной, 434-й школы. Совершенно обычной, но, честно, я никогда не слышал, да, о том, что в обычной школе, таком, а у вас были процессы других конфессий в школе, ну, в вашем классе или там, где преподавали? У нас тогда как раз восстановили церковь в Таховке, если кто-то слышал, если, кажется, дорожная станция, не доезжая из Паралецка, в Пантелеймон или что-то такое. Вот помню, что муниципальные власти присутствовали торжественно на вот этом открытии деревянной церкви, это вот было как-то возрождение старой церкви, и потом священник этой церкви вот вел у нас уроки, то есть, может быть, конечно, это какая-то нечто типа местных властей, но православную литературу у нас вела обычная учительница по обычной литературе, которая вела также обычную литературу, но она сама придерживалась религиозных глядок, ходила в длинные юбки и параллельно вот такие уроки вела, а учитель по рисованию вел православное искусство. Ну, мне кажется, все-таки, что это какая-то вот такая вот единичная специфика, да, такой единичный кейс, потому что, на самом деле, вот, ну, продолжая отвечать на ваш вопрос, да, так получилось, что Русская Православная Церковь была наименее готова к распаду Советского Союза, то есть, ну, вот в этот период 90-х, да, она практически до того, как в конце 90-х, начале 2000-х была сформирована социальная концепция Русской Православной Церкви, да, где они уже за 10 лет, грубо говоря, хоть как-то сформулировали то, как им двигаться вот в современном обществе дальше, они не были готовы вот эти старые иерархи Русской Православной Церкви, да, которые застали вот эти вот комитеты по делам религии, хождение там, чуть ли не на партсобрания, да, они не были готовы к такой ситуации, когда Советский Союз распался, то есть, особенно, ну, хорося, ну, просто, ну, близкий пример к этому, там, допустим, на Западной Украине, где, действительно, Русская Православная Церковь в короткий срок потеряла огромное количество храмов, да, то есть, потому что, ну, греко-католики западноукраинские, да, галицистские занимали эти храмы, то есть, в какой-то степени можно даже сказать, что распад Советского Союза, ну, если был воспринят если не негативно Русская Православная Церковь, то, по крайней мере, она очень долго приходила в себя. Как мне кажется, до начала нулевых она как раз приходила в себя, вырабатывала понимание, как ей дальше действовать, и вот сейчас, так сказать, все плоды этого понимания, возможно, мы пожинаем вот сейчас, поэтому, может быть, в 90-е, ее роль, ну, я Русской Православной Церкви, да, и других там, ну, и организация, и других конфессий, да, и, возможно, поэтому ее роль в 90-е не была так... мы, ну, не наблюдали ее так ярко, вот, может быть, поэтому... ну, по поводу того, что в начале 90-х, конечно, время было интересное, но... чтобы прямо вот такие вот православные... православные, считайте, воскресную школу мы организовали в обычной... ну, я даже, более того, помню, я не знаю, кто приходил, представители как-то конфессии, но у нас в школе в какой-то момент нам дали вот эти книжки с комиксами про Иисуса Христа, но это явно не православная церковь, но кто-то их занес, и я помню, что мы так радовались, и нам было интересно, как видим, что это именно комикс... нет, тоже было, да, она фиолетовая... фиолетовая, да... но... я, к сожалению, не могу ее найти сейчас, но дома, а мне было бы сейчас очень интересно посмотреть, что там за издательство на Эрзатский... ну, свидетель Легов, да... я подозреваю, что да, что да, мне надо посмотреть, свидетель Легова есть несколько... у них крест совершенно... да, и у них, да, типа столба, крест, да... что как раз в то время, когда формировалась их доктрина, в первой половине двадцатого века, как-то вот какие-то исследования научные были в тот момент, дошли до того, что вроде как Иисус не был распят на крестьян в столбе, и как-то вот это было... а как раз в этот момент догматика формировалась, эти Леговы, они как-то вот этот момент как-то, ну, себе вот... да, мы просто был вопрос период, потому что они слово ставлю... да, 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 ставлю, да, крест... и бревно, и кол... да... поэтому они его переводят в кол... поэтому, как бы... ну, это уже как бы... а можно мне вот дополнить... то есть... вернуться к тому, что Вы сказали в самом конце, о том, что... о том, что мы могли бы занять то место, которое сейчас занимает религию, почему это не происходит? ну, я бы... подумать на эту тему... да, да, да... вот, действительно, если подумать на эту тему, да, то мне кажется, что... стоит вообще прояснить, что такое религия. вот... и тут... мне кажется, что одно из самых точных определений, которые были даны вообще, это... определение социолога Дюргейма, который сказал, что религия — это социальное явление, где все члены сообщества разделяют мир на сакральный и профанный. вот... и переход из одной зоны в другую сопровождается у индивидов этих определенными, как бы, техническими социациями, определенными переживаниями. а что, собственно, помещено в зону сакрального — это не так важно. это монотеистический бог, или политическая идеология, или циентизм, или объективная реальность, или, там, промоэтическая любовь, или искусство, или это, в принципе, не так важно. вот... и мне кажется, что проблема большая заключается в том, что стороны... что эти родоподиты, эти противоречия, эти идеологии, они не прояснены друг для друга, потому что материалисты, атеисты, они не понимают, почему люди верят в Бога, на самом деле. потому что все объяснения, наверное, начиная с просвещения, они оказываются неудовлетворительны. то есть они могут быть неудовлетворительны в каких-то локальных и... локальных и темпоральных измерениях, да, но как общее обобщение они не годятся. потому что, если так в плане пройтись, да, здесь, наверное, начается посвящение, да, про религия как причина невежества, потом марксистское объяснение, которое Маркс видел в религии коз апостольства общества и некая, как бы, надежда угнетенных, любезобную надежду угнетенных на справедливость, на посмертное здоровье, потом психоаналитическое объяснение, потому что марксистический Бог — это перенос с Отца Арея в отца символического, потом объяснение социологически, что в Боге люди видят некое, значит, такое большое сообщество, о котором они живут. И в этом смысле, когда разговор идет уже по 250-му кругу 250 лет, существует атеизм, существует дискурс о просвещении, и, конечно, просто нету идеологических сил, которые состоят в метапозиции по отношению к этому дискурсу, потому что одни говорят про духовность, про Бога, про здравственность, другим отвечают про разум, объективную реальность, науку, и вот они 250 лет, как бы, думают одни и те же аргументы. И, к сожалению, нету видной идеологических сил, когда в основном метапозиции предложат какую-то деконструкцию, и их распределить по другим диспозициям. Вот, собственно. А само по себе христианство, оно внутри себя, вообще христианство, оно приговорило человечество к кризису. Кризису не разрешимо, потому что экономика спасения, которые есть внутри христианства, и светская власть, они находятся в тотальном непримиренном кризисе. Это, как бы сказать, во всяких, кто читал Евангелие и сцену Суда над Христом, это непонимание Пилата Христа, оно очень, как бы, такая важная вещь, да? И поэтому, как бы, пока вот ни один случится, это осмысление этих идеологических противоречий, которые, на самом деле, должны быть иначе, на самом деле, обвалированы, потому что атеизм должен осознать религию через методизм, не через позитивизм, не через сцентизм, не через концепт, потому что не экзотический, на самом деле, странный концепт объективной реальности, который постоянно переоперирует материальность, потому что объективная реальности создали в XVIII веке ангельские империи, философы. Это, как бы, очень странный какой-то концепт, особенно сейчас, в связи с антронным коллайдером, да? Вообще, что такое наша реальность? Это вещь еще более фонфандастическая, чем многие религиозные мифы. Вот. Вот такое это сумбурное выступление, я не знаю, чем лучше, а чем и заточено. В общем, вот так. Ну, во-первых, я просто хотел сказать, модели взаимодействия существовали, да, и существуют, то есть модели взаимодействия условно, да, каких-то атеистических систем и религиозных, да, были модели взаимодействия, там, не знаю, Советского государства, да, религиозных организаций, не всегда они строились на оппозиции с антронизмом. Они всегда строились, это вот какой-то Венимин, очень, наверное, тоже писал, кстати, о насилии, о том, что всякий компромисс оставляет у обеих сторон чувство, что хотелось бы, чтобы было не так. У меня все, и все, как бы сказать, идут на некоторые уступки. Вот. В этом смысле это все равно кризис. Это кризис, который постоянно потенциален насилием. Ты имеешь в виду, что две вообще эти системы, о которых мы говорим, потому что они, то есть, противоречат другому настолько, что... Да, 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 да. То есть это принципиальное, как бы, антологическое различие, которое не снять. Вот. И которое, как бы сказать, вот этот протестантизм превратился в васикульсированном виде в либерализм. И появился атеизм в Европе. Вот. Но, как бы... Собственно, да. Это то, о чем Эльберг и говорил. В общем, современный атеизм – это секуляризированная форма протестантизма, в его, как бы сказать, предыдущем виде. Вот. А само христианство, которое апеллирует на такими вещами, как там... Судный день, спасение, воскресение, да, оно, как бы, интегрируется со всеми этими этими энергетическими интересами общества очень травматично и сложно. И, в принципе, оно, в принципе, так и будет всегда. Вот. Поэтому мы, как бы, просто обречены жить в этом мире. Но, опять же, для того, чтобы сделать различие атеизма и атеизм не политическим, да, мне кажется, что очень важно, как бы, извлечь это именно из политического контекста. Потому что... Потому что, вот, в нашей стране совершенно очевидно, да, что у нас происходит какое-то возвращение и государство, да, что, как бы, имеет абсолютно чёткое политическое измерение, да, как бы, социальность и идеологическое настройство, легитимации в глазах реакционных масс этой власти. Вот. И вот это, я думаю, что новая теория, новая элитопозиция, она должна именно работать над тем, чтобы извлечь эти оппозиции и заполить. Вот. Сабанинстан, действительно, просто, как бы, мировоззренческими, производственными способностями. А как это они перейдут из каких-то острых войн в такие мировоззренческие... Я думаю, что в нашей стране это сделать гораздо проще, чем на Западе. Потому что у нас, как бы, одним ударом являются два зайца. У нас, как бы, режим, он сменяется, и, как бы, это тоже оно становится совершенно... Ну, как бы, в другом смысле. Правда. Ну, можно тогда одновременно немножко, вот, возразить, и заодно и вопрос даже включен? Потому что, не знаю, мне кажется, что вот в том, о чем ты говоришь, вот, в форме этого кризиса, да, между... как ты сказал, между светской, да, власти секулярной и религиозной, там все тоже противоречие, в основе, может быть, между профанной и сакральной, да? Верами. Да, да, да. И, в принципе, по-моему, делаются попытки, в новейшее время, в той же религии, убрать эту заслонку и сделать, как бы, не... Ну, делаются попытки сделать все, однако, все сакральное и профанное, но и делать обратные попытки сделать все профанное и сакральное. То есть, вот, мне кажется, фриццианские богословы, вроде Баннхеффера, там, Ульфмана, они примерно этим занимались, они убирали метафизику из фриццианства. И, принципиально, они его делали таким, ну, там, чуть ли не материалистическим. Вот, и... ну, там разные могут быть подходы, но мне кажется, что, в принципе, это... Мне кажется, что это довольно перспективное течение, вот, просто мне это... Ну, видишь, она, как мне кажется, не получила такого, ну, дальнейшего прям серьезного развития, да? Даже в такой, даже секуляризованной... Дело в том, что, видите, для того, что можно снять чудеса, которые без энергии были, да? Ну, никак они не снять, а блок-креатора. Блок-креатора, который... Потому что, если они просто говорят про абиогенез, про эволюцию, да, то это, как бы, уже просто... Ну, а почему-то тогда были... Ну, почему-то не единственная альтернатива. Это единственная альтернатива. Ну, может быть, и третий, там, вариант, да, можно измыслить, помимо, да, какого-то буквально помнитого мифа-отворения, или там без нерелигиозного, ну, научного представления об эволюции. То есть, ну, я вижу то, что как-то благословы, насколько я понимаю, у них есть еще варианты. Нет, нет, просто, если понимаются чудеса метафорически, да, и аллегорически, то есть, как чудеса, как... Как бы, это аллегория, которая вызывается к чему-то другому, да? То есть, к чему-то другому, происходящему в реальном мире, в материальном мире. То есть, о воскресении Христа, это Игорь Геннадьевич, что у него снова заработал мозг, и снова снова биться сердце после смерти. Вот. Но дело в том, что это как бы диетисидая. Это можно снять, но как снять блог-креатор? То есть, как... То есть, либо, говорится, в абиагенете, да, о спонтанном зарождении одного отобода рода, потом второго отобода рода, и потом как бы эволюция, пять миллионов лет, вот, понимаешь, все так вот получилось, да? Либо же, как бы, Бог крепкий. Ну, прошу, но это не обязательно, значит, там, что Он личностям, да, и наделен... Да, 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 это безусловно. ...какими этапами, так и, опять, пронсервативным пониманием. Просто есть его хатерористическое... Простите, Сергей, то есть, ну, насколько я к нему, ты видишь, то есть, непродолимое, да, противоречие? Да, 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 абсолютно, да. Слушай, ну, а ты видишь только о христианстве его? Мы сейчас говорим только о христианстве. Потому что в других конфессиях что-то такое? Нет, в христианстве, в исламе нет противоречия между государством и религией. Нет, для того, что ислам — это и есть политика. Да, 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 потому что политика — это часть, ну, плоть от плоти. Да, просто, как бы, в христианстве, да, в Евангелии ничего не сказано про политическое устройство. А в Коране и в хадисах очень много сказано про то, как оно нужно в правительство и... Ну, политическое устройство стало осмысляться уже после этого, там, Августином и... Да, да, христиане взяли свое политическое устройство у Аристотеля. В общем-то, она не Римская империя, она понималась как... И император понимался как император, святой император, как удерживает мир в приходе Антихриста. Поэтому у Римской империи была грандиозная, как бы, амбитфеническая задача. Потом, когда Римская империя распортит, эту задачу прихватила наша страна, да? Ну, в том смысле. А теперь, как бы, разные реакционные силы, там, евразийские, не про то, что Москва, Третий Рим, именно отсылая к той мессианской задачи империи, в которой есть правитель-удерживатель отцарства Христа. Ну да, это тот... Это, собственно, идеология восточного христианства. Ну да, это тот случай, на чем, собственно, старое вещество. Акадин какой-нибудь устраивает вот эту вот, так украиневую республику. Да, а Акадин устраивает... Нет-нет, у Картин это уже протестантин. Слушайте, нет-нет-нет-нет-нет. Я думаю, что есть огромные различия между восточным и западным христианством. Это, как бы, это принципиально разные вещи. Потому что в западном христианстве, там, как бы, в Римской империи появилось отделение светской и духовной власти. Там уже не было святого императора. А потом, как следствие, там уже появились и протестантизм, и секуляторизм, и атеизм, и как бы это все равно другое. А у нас этого не было вообще. Ну, то есть, в восточной части христианства. Вот, поэтому это... Я хочу спросить еще, если можно, вот, по поводу... Скорее вернуться к этой лекции, про 20 век, какие-то моменты возрождения религии. Вот, по поводу этих самых персоналистов французских. То есть, людей, которые в 20-е и 30-е годы были где-то на смычке между католической церковью, дистанциализмом и социализмом. Я просто сталкивался с обвинением и выкадрившим, что они почти были околофашистами. Хотя, одновременно, они были в сопротивлении, и во Франции были как раз антифашистами. Может, вы что-то подпустите? Слушайте, честно говоря, конкретно, да, про именно вот это направление я, честно говоря, боюсь просто вести заблуждение. Но я знаю, что у теологов освобождения действительно были предшественники француза, которые работали... Это же Габель Марсель. Да, Габель Марсель – это католический экзистенциалист, да. И они плотно взаимодействовали с рабочим движением. Ну, хотя бы потому, что Сахтер много упоминает их в классических работах. И, не знаю, видите, все эти направления так или иначе не получали развития. По крайней мере, мы его не видим. Ну, во Франции или в Западной Европе это они не получили развития. Можем говорить, да, что они, типа, дали толчок развитию теологии освобождения, которая дала толчок развитию черной теологии освобождения, теологии феминизма и так далее, и так далее до бесконечности. Но, фактически, в Западной Европе не можем сказать, что, допустим, католический экзистенциализм имел насколько... Ну да, нет, но он не был важен. Ну, я с какой-то... Ну, я с какой-то... Но на тему того, насколько они были близки, насколько их взгляды были близки фашизму, я послужил. Понятно. Тогда, может, просто еще пару слов по поводу российских, современных реалий. Вот, как вам кажется, есть какие-то аналоги теологии освобождения? Ну, вот если говорить о той же теологии феминизма, квертеологии и каких-то прочих. И есть ли потенциал, скажем, у сотрудничества или движений с такими радикальными... В условиях православной церкви? Ну, нет, в условиях России, шире, можно сказать. В условиях России? Ну, в Советском мире были попытки разработать богословие революции. Были какие-то попытки, я так понимаю, сделаны были в этом направлении. Насколько они были зависимы или независимы от советского государства, от советской идеологии, трудно сказать. Просто хотелось бы потому, что в дальнейшем они не получили развития. Опять же, если мы посмотрим социальную концепцию Русской Православной Церкви, то идеи богословия и революции практически, ну, лишь отдаленно нашли там какой-то невыход. Но в настоящее время, я не знаю, православная церковь и в России такой неоднородный мир, что трудно сказать, возможно, какие-то низовые уровни православной церкви, низшие иерархии священников, ну, низшие иерархии, возможно, им было бы интересно, по крайней мере, я думаю, взаимодействовать с представителями каких-то левых силами в этом направлении. Просто потому, что есть такой портал в интернете Ахилла, не помню, ру или ком... Ахилла с двумя L. Это просто голос, как бы, мирян и низовых священников, да, где они порой высказывают в своих текстах достаточно очень интересные мысли. — Провоих предсвященников есть. — Да, 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 да. — Там текст очень крутой. — Ой, очень, сейчас, я заканчиваю. И там бывает очень интересно, ну, посмотреть, что они там пишут, учитывая то, что они высказывают взгляды, ну, порой достаточно милые, но помимо того, что особенно их угнетает то, что они обязаны выплачивать определенную часть своего, так сказать, пожертвовать своего заработка архиереям, да, ну, в общем, читайте, это очень интересно, и там можно близкие идеи на близкие какие-то вещи. — А вот, мне кажется, эта идея у зюгановцев просто расцветает объединение православия и коммунизма. Но это выглядит, как мне кажется, ну, не очень хорошо. — Для них это работает. — Вот, а для них это работает, действительно, вот, типичная идея, и очень похоже, там, у них есть даже попы, которые высказываются так или иначе на их поддержку. Но, мне кажется, это больше вообще идея... — И более Сталин там, да? — Да, да. — Объединение левой и правой идеи, то, что происходило, ну, то, что сейчас называется национал-большевизм или сталинизм, вот. Мне кажется, вот это вот, ну, оно, как бы, не очень удачно, мне кажется, смотрится. — Ну, не знаю, но не очень прогрессивно. — Ну, не очень прогрессивно, это точно. Ну, видите, насколько мы можем считать коммунистическую партию, ну, как граф, я имею в виду. Насколько мы можем считать левой партией, да, и, ну, порой ведёт себя как совершенно... — То есть, в связи с этим вопрос вообще, а насколько мы можем считать левой партией, и левым движением, если оно сращивается с религией. — Ну, формально, при такой вводной, надо смотреть, да, всё ситуационально. То есть, нужно смотреть. Потому что формально при такой вводной нет, сильных противоречий не вижу. Но в плане КПРФ, да, ну, не знаю, может, мы сейчас... — Да, ну, очевидно в случае с КПРФ, что здесь объединяется не гуманилинский, коммунизм и христианство, а здесь объединяется христианская и, значит, коммунистическая символика и риторика, да, то есть шелуха некоторая такая внешняя, да, она действительно обретает некое единство, которое пригодно для служб политических технологий, манипуляций, массовым сознанием. — Такое художественное явление. — Да, 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 да. — Массовый, да. — Он вот это всё воспринимает, берет за чистую монету и отдает свои голоса, то почему бы это всё не эксплуативно? Да, ну, конечно, ни к коммунизму, ни к христианству глубинного отношения это всё не имеет. — Да, и мы можем задать себе вопрос, а в голове, да, избирателя, который голосует за КПРФ, есть ли диссонансы между этими вводными? Ну, не знаю, это... может быть помню, что там же старые бабушки, которые, как правило, верующие. — Я вас уверяю о каком-то позабидовой цельности и полевозрения и... — Ну да, 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 я в целом говорю, что я согласен, что полевозрение абсолютно цельное, — Я бы хотел тоже, Копейку, по поводу последнего пассажа, высказать то, что вот такой оборот забавно употребил, что левое движение, ну, в принципе, совместимо с религией. Я на что хотел обратить внимание. Марксизм сам по себе, он, как бы сказать, ну, такая своего рода шкала. То есть это наука о том, как вообще относиться к миру, к экономике, к социальным вещам, да. И он уже, ну, на серьезном уровне, если человек в это попадает, то он становится ему как раз вот этой вот шкалой координат. Религия, по сути, она занимает то же самое место. И поэтому на каком-то этапе погружения и в то, и в то, неизбежно будут происходить абсолютно нерешаемые конфликты. Да, почему? Да, ну, мне это кажется, потому что, грубо говоря, одни и те же вот эти вот пространства сознания и шкалу оценок, то есть там, хорошо-плохо, да, в конечном счете марксизм с религией будут по-разному трактовать на каком-то этапе. Ну, мы же имеем модель, да, заводить, наверное, на ту же теологию освобождения, да, мы имеем моделью взаимодействовать. Нет, ну, тут я не прошу опять, я просто прокомментировал свое мнение, я сказал, и второй вопрос хотел задать. Это вот по мотиву мы недавно пили с Кириллом Медведевым, я же сейчас бываю в Куром Пакте, но ты его знаешь, интересно его известно. И он высказал довольно интересную идею, да, что это самое... Значит, смотри, в условиях многонациональной, многоконфессионной страны неизбежным будет идти в этот процесс, что уровень, скажем так, сверскости от региона к региону будет отличаться неизбежно. И связано это, скажем так, ну, я ни в коем случае не имею в виду, что сейчас какие-то народы лучше других, но, скажем так, историческое развитие, вот как бы сказать, социума, оно идет неравномерно от региона к региона. И он высказался прямо в том ключе, что более развитая, ну, скажем так, нация, ну, опять же, не поймите меня неправильно, она должна, как бы, идти навстречу менее и допускать, допускать, скажем так, проникновение религии в такие места, ну, в социальной жизни, как образование и так далее. То есть, что это просто, как бы сказать, на правах старшего брата предлагает младшему то, что уже, как бы, взрослому общественному обществу не принято. Считать это это правильной политикой? В принципе, ну, как мне кажется, да, и причем этого не, ну, с оговорками, да, так сказать, универсальной формы, таких вот чистых форм не существует, но я скажу, что, ну, большевики тогда активно использовали такой вариант, а не, пожалуйста, там, ну, какие-то старообрядческие анклауды, ну, просто это тема Настя, которой я занимаюсь, а председателами сельсоветов становились старообрядческие начетчики, да, просто потому что это такая среда, нельзя с наскоку не лезть с атеизмом, да, иначе, ну, иначе, как бы, ничего, кроме конфликта. То есть, до современного мира, ты считаешь, это, ну, правильно правильно? Ну, я не знаю, вообще, насколько для современного мира так вот, ну, типа, полезен этот дискурс развитый, просвещенный эльфийский товарищ, ценит руку менее просвещенному эльфийскому товарищу, пытается вытянуть его, ну, точнее, наоборот, орку, пытается вытянуть его из болота. Ну, в принципе, наверное, в общих чертах, да, можно сказать, говорить. Я думаю, хотел добавить вот сейчас, как бы, в реплике, да, между Ромоном и Игорем, я хочу сказать, что, конечно, в этом разговоре надо сделать такое дополнение, что победа над шовинизмом, в особенности над русским шовинизмом, она тоже повлияет, может быть, на эти процессы. Вот мы открываем какое-нибудь сетевое издание и видим историю нескольких девушек, которые носят хиджапы. Некоторые из них начали делать это добровольно и родились не в религиозных семьях, да. И девушки пишут, вот я, допустим, родилась в Казани, я приехал в Москву, я учусь в Москве, и я слышу, что я, как бы, чуждый человек, да. И тогда, вот, получается, человек, которому говорят, ты не русский, да, как бы, уезжай обратно, да, как бы, и прочее. Или который, по крайней мере, понимает, что он это может услышать, потому что видит косые взгляды, да. Его этническая принадлежность становится, как бы, одним из факторов, да. И получается, девушка, родившаяся не в религиозной, а не только не в религиозной семье, но и довольно, на самом деле, хотя и в мусульманском, но регионе все-таки, где фундаментализма довольно долго не было, да. Она надевает фиджак. Вот я хочу просто добавить, я видел фотографии более ста лет назад сделанные, но сейчас, может быть, не о Татарстане говорить, да, допустим, о Башкее. Там, ну, собственно, как выглядели башкирские мусульманки? Они носили маленькую шапочку, то есть это даже не плотовка, которая закрывает все, кроме лица. Это вообще маленький головной убор. Сейчас там появляются, вот приезжаешь в Уфу, и ты видишь, что появляются люди в платках. Местные на это слегка раздражены. То есть не то, чтобы местные, многие местные на этих же местных слегка раздражены реагируют, потому что они считают, что это просто вообще не связано с традицией, да, как бы вот это, получается, и вот такие вот эти веяния, да, с Ближнего Востока. Ну, да, безусловно, это то, о чем я говорил, да, когда в Стамбуле рассказывал, что они просто смотрят на своих, ну, теоретических единоверок, да, из каких-то более обеспеченных регионов, из более обеспеченных семей и стараются как-то перенимать их поведенческие коды, да, их поведенческие... Может, да, я просто еще пять копеек хотел туда добавить. Мне кажется, что все даже может еще немножко сложнее быть, если там перейти от национального вопроса, скажем, к вопросу прав сексуальных меньшинств, то, например, есть общины, ну, в том же Питере, да, ЛГБТ-христиан, даже несколько, насколько я понимаю, вот, при этом они, ну, не то чтобы обращаются к религии, естественно, за поддержкой, скорее наоборот, они пытаются, как бы, апроприировать вот этот религиозный дискурс, да, и утвердить себя в нем вопреки, ну, какому-то консенсусу такому общественному. Поэтому мне кажется, что просто религия – это всегда, ну, это какое-то мощное такое поэтическое вот мировоззрение, взгляд, да, на вещи, на мир, который всегда обладает определенной силой, но он может быть использован, естественно, какой-то группой, как в каких-то, ну, реакционных целях, да, в процессе своего какого-то утверждения, да, так и в каких-то, ну, прогрессивных, поэтому. Естественно, эти выпады христиане, они, в основном, скорее, где-то ближе, наверное, к левым взглядам, вот. Ну, я к тому, что все эти вещи сочетаются, да. Ну, в принципе, там, как бы, если мы будем христианство, то это все-таки, ну, как бы, христиане, там, да. Ну, или вообще, это практически любая религия, это, как бы, не что-то определенное, или, как мне кажется, представляется это, как ящик, из которого каждый может достать себя. Ну, да, это все условия интерпретации, конечно. Да, я бы хотела еще добавить такой комментарий по поводу конкретно ношения платков. Я встретила такой в Петербурге интересный микс, причем неожиданно для себя в среде танцоров брейк-данса. Там достаточно много людей, увлекаясь здоровым и должным жизнью, они подсели на так называемое веганство. И слушают всякие видео, там, в частности, такой Торсунов человек, он учит правильное взаимоотношение, в том числе между мужчиной и женщиной. И интересно, что вот это вот ношение платков, ношение платьев, то есть это транслируется, как бы, от Кришнаита, то есть вроде как подается, как кришнаитская религия, но при этом со ссылкой на веды, то есть вроде как бы на древнеславянские какие-то, связанные с древними славянами основы, а в итоге модель поведения навязывается для женщины, принятая, в общем-то, в исламском обществе, то есть какой-то вообще такой... Да, такая просто навязывается патриархальная, да, патриархальная модель. Да, да, да. То есть, на самом деле, деконструировать вот такие мировоззрения очень сложно, потому что вот это вот, о чем вы говорите, вот славянские веды, кришнаиты, все, конечно, вот часто, опять же, да, часто это в голове человека, ну, как-то умещается, но вот деконструировать это и пытаться из этого какую-то вышлить структуру мировоззрительную очень трудно, да, и непонятно, чем он мотивирует, так сказать, навязывание патриархальных таких ценностей. Причем, что интересно, я заметила в среде этих людей, что многие из них начали вот ездить как раз в Индию, вот, поминалось? То есть, вижу у многих из этой среды фотографии, что вот такая мода пошла. Это все-таки, знаешь, это веганственная ценность, наверное, что она помогает, как таким индуистическим... Нет, у меня есть хорошая подруга, вегетарианка, и она всю жизнь вегетарианка, и абсолютно это связано ни с каким-либо другом. Один раз попробовал быть веганом, а вот за завтрак киджаком. Я думаю, тут, наверное, разговор, который приведет нас к рассмотрению отличий разных идеологий, и вот говорят о том, что Альтуссер, например, да, тоже, ну, можно было бы там обращать к Альтуссеру тоже вегетарианство, и тем более вербинство рассматривать как такую преноидальную идеологию, да, как бы, то есть человек мучается некой тревогой, да, то есть, ну, и вот интересно, как эти разновидности идеологии просто, которые в разные эпохи возникают, да, как эти разновидности идеологии, ну, у нас, ну, как они влияют на мышление и на прочее, как они структурироваться? Ну, просто интересно, да, вот только что переход от верности, да, к каким-то религиозным, там, атрибутам, это очень важно. При этом, я не знаю, люди, наверное, чаще все-таки начинают, там, читать Бакунины и слушать хардкор, чем потом переходить, ну, а потом уже переходят к, там, отказываться от употребления мяса, может быть, я бы рад был. Я бы рад был даже, и да, неподвижен. Я бы рад был, очень, очень. Я бы рад был, очень, очень, очень. Опять же, снова же можно сказать, я вспомнил, был такой текст одной девушки, она стала феминисткой, она прошла вот через этот период, да, посещение соответствующих лекций, человек проникается женской мудростью, он вносит правильную одежду, да, вот такое можно сказать. Я не говорю о том, что тут какая-то есть закономерность, да, вот, я просто вспомнил это. Да, у меня просто насчет веганства есть небольшая рематка, потому как я сама являюсь не веганом, но гитлянцем, но знаю много знакомых моих веганах, причем это люди, у которых чисто атеистическое мышление, и они никакие там не кришнаиты, и ничего, они, в общем-то, никакой религии они не проповедуют, и не несут ее куда-либо. Просто есть у меня также знакомая, которая стала веганом, потому что она стала сначала кришнаитом, и исходя из этого, она принимает образ жизни, который, собственно говоря, кришнаиты ведут. И от этого она стала и веганом, но не потому что, как я стала веганом, не потому что она любит животных, как я, например, а потому что, как бы, это требует определенная религия, в которую она, грубо говоря, ну, скажем так, вступила. Ну, то есть, этими словами, есть, грубо говоря, экологическое веганство, а есть, как бы, веганство, и это, как бы, разное... Это очень сложнее, то, может, где-то там евреевич рассматриваться в принципе можно, а может... Да, да, пути прихода к веганству, да, масса, там, совершенно бесконечность. Можно стать, там, адентом, да, религией джайнов или кришнаитом, и, да, стать веганом, а можно просто... Можно быть веганом? Да, без животных. То есть, это просто не любить мясо, в конце концовок, да. Игорь, а вот такой вопрос, о 90-х, говорили о 90-х? Да, давайте просто, Жень, да, но... Нет, давайте... Спасибо, Лан, дай, давай. Говорили о 90-х, о том, что церковь приходит в... вот, приходят в нулевые, да, вот так влазно, да, потому что у них есть новая концепция и так далее. Но ведь в 90-е мы наблюдаем популярность, в частности, сект, эзотееков и так далее, или не наблюдаем? Да, мы наблюдаем, конечно, мы начинаем это наблюдать вообще с начала 80-х, в Советском Союзе. И в 90-е просто не сформировалось, во-первых, еще такого репрессионного законодательства, как сейчас, да, вот наши, ну, так называемых, ну, термин «сект» сейчас не особо употребим, да, новые серьезные движения. Да, да, еще, во-первых, не сформировано было такое законодательство мощное, ну, и, при том, все-таки, да, после эры атеизма, после Советского Союза, все-таки у людей, ну, люди... То есть, опущены. Да, 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 им оказалось, что вот, где-то истина, где-то, где-то была все это время там. И, естественно, да, ну, люди испробовали на себе, там, все варианты, да, религиозного, религиозных движений, там, от экстрасенсов и магов до, там, не знаю, до каких-то, вполне себе форм протестантизма, вполне себе, ну, как бы, практически, так сказать, да, там, кто уходил в лютеранство, там, кто в какие-то маленькие, да, течения баптичных церквей и так далее. Ну, вот, кстати, я хотела добавить, по поводу того, что я говорила, сама подумала, что, может быть, почему 90 еще церковь не достигла такого влияния, потому что была очень высокая конкуренция, потому что вот эти все сериалы, суперкнига, все эти журналы детские с рассказами, адаптированными для детей из Верхового Завета, я помню, что их было много, и, то есть, было очень много организаций, которые, когда, ну, как бы, не стало СССР, они сюда хлынули на наш рынок, так сказать, новый отлившийся, и они уже имели опыт, и знали, как вам будет. Да, да, я помню, что ты вопрос хотел задать, сейчас я вот буквально минутку скажу, и ты задашь свой вопрос. Как мне кажется, просто, видите, Русская Православная Церковь оказалась в условиях такой жесткой конкуренции, да, и она оказалась к этому не готова, ну, в силу объективных причин, в силу, в том, что она очень небольшой период своей истории была, ну, полностью независима от государства, буквально, да, после революции, до 43-го года, да, и это был один из самых плачевных периодов в ее истории, да, она не была готова к конкуренции, а на Западе, это, ну, общество, где высокая, да, уровень конкуренции, в среде любезных организаций, там это все процветало, да, этот рынок мировоззрения, условно, он процветал, поэтому они уже, имея опыт печати буклетов, да, каких-то там, или агитационных материалов, и мы можем обнаружить, мы здесь могли обнаружить их в совершенно неожиданных местах, например, там, они участвовали в каких-то благотворительных инициативах, неожиданных, там, в организациях, которые помогали, там, в борьбе с наркоманией, алкоголизмом, то есть, они здесь практический свой опыт, полученный на Западе, просто перенесли сюда, а профсанция была к этому не совсем готова, да, к борьбе в условиях. Ну, вот сейчас, мне кажется, что некоторые политики, я не буду называть их именем, они спекулируют религией, чтобы, ну, как бы, прославиться, как бы, сделать себе имя, вот, на два ярких деятеля, не знаю, как, в последнее время, вот, и вот, можно ли смотреть в данный момент религию, как некий талант, который они, вот, ну, они сейчас, вот, просто поняли, что, вот, люди вот это хотят, и они вот это несут, и за счет этого делают свое имя, и вот, второй, про комитет, почему, ну, в начале 2000-х годов, вот, у нас была такая, можно сказать, свобода слова из телевизора, там, ЛГБТ все чувствовали нормально, и даже, вот, некие, там, звезды, они, там, открыто говорили, что они придерживаются, ну, что они, да, что они относятся к обществу ЛГБТ, а потом уже, как бы, вот, сейчас это зазорно уже стало, и почему именно, вот, из такой свободы, из такого, вот, как бы, мы пришли к тому, что перепринялся этот закон, и что государство, вот, начало вот это все развивать, и сейчас православие себя чувствует вполне комфортно, и... Ну, видишь, мы должны понимать, что первично, да, у людей формируется запрос, да, на религиозный фундаментализм, или наоборот, и поэтому они, допустим, там, голосуют, условно, за Мелонову, там, и так далее, или наоборот, или происходит обратный процесс, или сверху им в голову вот это вот вливают, да, и они поэтому, поэтому начинают думать таким образом. Ну, видишь, общество, как мне видится, развивается, все-таки, по таким, по синусоидам, да, то есть консервативный отрезок, да, и условно, там, условно, прогрессивная, да, прогрессивная часть, поэтому, все-таки, в 90-е, да, наблюдалось, действительно, такой, ну, плюрализм мнений, да, плюрализм каких-то действий, а сейчас, да, мы живем уже 20 лет, практически, в руку консерватизма, да, и не видно и конца экрана. Да. Ну, я хотел, то, что Женя сказал, добавить, как-то прокомментировать, вот, допустим, в Америке любой политик, вообще любой, ну, как любой партии, он должен обязательно заявить о том, что относится к одной из вот этих вот течений христианского, американского сектанства. Ну, там очень много вот этих направлений, ты понимаешь, о чем я говорю. Вот, и поэтому, как бы, ну, в конечном счете, это борьба за электорат, в том или ином виде, ну, Сандерс, социализм. Ну, тут любой политик. Нет, ну, просто Сандерс, вот, я имею в виду, любой политик, республиканская, на одну партию и демократическую, потому что другие, все-таки, ну, будем называть вещи своими именами, Сандерс, он же тоже, как бы, какие-то праймеры с какой-то партией он шел. Ну, в принципе, он демократический партий шел. Ну, видишь, как мне кажется, я не знаю, будут ли баптисты голосовать только за баптистов, а педенциальные... Нет, после этого, что вообще, что вообще, вот, все верующие разных направлений за тебя вообще, то есть, не отвернулись, ты должен обращать ответственность какой-нибудь в этой секции. И другая секция будет. Если ты хочешь иметь хоть какие-то шансы, да, электоральные, то, естественно, это истинный... Ну, 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 безусловно, да, даже члены демократического партии высокопоставлены, да, они не скрывают, что они христиане, да, ну, просто... Не знаю, насколько они... Я не помню, Клинтон, честно говоря, ну, ее муж, пока Америка, какой демократии принадлежит, но то, что они христиане не вызывают сомнений, да, никаких, а то, что они верующие... Нет, но у нас почему-то в России конкретно одна религия, ну, не исключение чеченского государства, у нас это превалирует. И, там, даже коммунисты, вот как и что говорилось, они там свои атеистические ценности стараются не транслировать, как мне кажется. Потому что они знают, что если они будут против православия, они ничего... ну, электорат они с вами не завоюют. Ну, в такое время шаган. Нет, просто тот, как всегда, упирается в глубину дискурса политического, который идет в обществе между, допустим, избирателями и партиями. И поэтому для привлечения, например, массовости все равно этот дискурс приходится вести на довольно низком уровне, и все это вот яблоки это яблоки. Да, выборы... сейчас, момент. Просто мне кажется, что выборы — это такое дело, да, что это как торговля на Мехе, да, когда ты торгуешься и снижаешь, пытаешься снизить цену, да, так же они идут на все угловки, чтобы там заблочить своего избирателя. Да, я тоже хотела по вот этой дискуссии добавить. Ну, во-первых, вот был задор вопрос, планирует у людей запрос на фундаментализм в обществе, да, а почему мы от такой свободы вот переходим к такому религиозному фундаментализму. Мне кажется, запрос есть, но он неосознанный, и он не на фундаментализм. Просто когда... То есть люди хотят порядка, им не нравится что-то такое уж совсем допредельное начинает происходить, а власти, ощущая этот запрос, она начинает отвечать на этот запрос, но в то же время как бы проводя свои цели. И вроде как бы наводит где-то порядок в определенных сферах общества, но под эгидой этого также вот выставляет какие-то свои рамки, которые ему выгодно. И еще почему вот именно у нас действительно православие? Мне кажется, что может быть даже это со стороны власти такая... Ну, и подачка, как сказать. У нас все-таки в некотором смысле русские в России себя ощущают несколько обиженными, что они вроде как бы считают, что мы, да, там... Они основная нация, а с другой стороны вроде в таком немножко приниженном состоянии. И может быть это как какая-то компенсация, что зато вот это вот православие, оно еще больше становится привлекательным для тех, кто себя идентифицирует как русские, да, что вроде зато вот это вот ваша изначальная религия, вот русские, православие, и вот ее как бы делают центральной. То есть, мне кажется, те люди, которые ощущают вот эту обиду в своем государстве, вот именно в качестве русского и главной нации страны, что они, мне кажется, тоже вот на это ловятся, на вот эту вот приманку православия. Ну, возможно, да, но в этом случае... То есть у нас-то вся страна, ебаные нацисты. Ну, просто у нас есть люди, достаточно людей с националистическими, монархическими взглядами, и, конечно, они... А почему вы хотите, что разгрузки, то есть православные, то есть вообще... Ну, да, если честно, какие-нибудь язычники бы, наверное, возразили, да? Нет, есть и такая обществ, но, по крайней мере, есть определенная часть общества, на запрос которой власть отвечает таким образом. Ну, да, ведь в том, кто формирует запрос, да, сформируется этот запрос сверху или снизу, да, и само общество, да, вопрошает об этом, или же ему каким-то образом, да, навязывают этот запрос. Ну, насчет того, что русские принижены... Ну, многих есть такое ощущение. Да, ну, не узналось вполне. Нет, ну, это «Спутник и погром», в конце концов. Это паблик «Спутник и погром», где мы читаем о том, что русские пострадали от мобильционеров, и причинам до сих пор страдают, и так далее. То есть, а спутник и погром до сих пор страдают, и так далее. Это длинно, которое распространяется на паблике со ста тысячами подписчиков, да, как бы это... Дело не в том, как я считаю, а дело в том, как считают значительные массы общества. То есть, «Спутник и погром» существует, и он считает большим количеством людей. Значит, есть в обществе какой-то сектор, который... Который, который... Советская... Советская... Советская идеология. Ну, то есть, идеология, кстати, в прошлом, она гораздо более... То есть, мобильциональная, в лимберском, она гораздо более распространяется, чем националистическая просто. Ну, вот эта вот реакционная, имперская, советская, с разными этими... Означающими... Аностальгически, на которой, на самом деле, противоречит национализм, она гораздо более распространена. А «Спутник и погром» — это одна из таких идеологий, ну, больших... Я уверен, что какая-то часть общества, ну, постоянно... Постоянно имеет запрос, да, на какую-то такую, ну, правую идею. Да, это не только в России, и в странах, мне кажется... И в разных странах мы видим, что свои, там, 1-1,5% получают, там, альтернативы для Германии, там, или... Ну, все-таки, во Франции немножко мимикрировало... По отношению к современности, и он стал чуть более для избирателей привлекательным, и, соответственно, стал больше процентов получать. Ну, конечно, совсем радикалы, радикальные такие партии, да, крайне правы, они... Ну, во всех странах есть, и какой-то небольшой сегмент электората они своими... А вот еще по поводу вопроса о том, о свободе в 90-е годы и запретах в 2000-е годы. Мне кажется, что дело в том, что перестройка, развал Советского Союза очень дискредитировали очень сильно понятие демократии и понятие свободы. Ну, и многие были с понятиями свободы и демократии, а сыру начало сыраться что-то плохое. И власть, просто почувствовав это, решила как бы сменить идеологию, сменить мифы, которые в общественном сознании. Потому что мне кажется, что с 93-го, 91-го года власть не поменялась. И те люди, которые сейчас декларируют эти христианские ценности, они многие даже бывшие члены. Я... Да, это абсолютно на том стоим, да. Это действительно так. Ну, единственное, что все-таки, как мне кажется, перестройка... Не перестройка дискредитировала идеи свободы и демократии, а все-таки, да, последующие 90-е. Именно вот просто дискретило вот само понятие, да, само... Не общая идея свободы и демократии, а само понятие, да. Чтобы быть демократом, да, я как бы вспоминаю, да, как мои родственники или родственники, там, знакомые, да. Для них демократ это было, ну, чуть ли не ругательство. Они еще рель вставляли, да, и получалось совсем некрасиво, да. И действительно, да, это так. И у власти действительно, да, вы правы. То есть остались абсолютно те же люди, которые там в 90-е были там демократами и рыночниками, да. Ну, более того, в 80-е они были комсомольцами, там, да. Это такая, ну, такая когорта людей, которая никуда не девается и просто она иммигрирует. И, ну, в то же время и многое можно сказать, да, допустим, о так называемой либеральной оппозиции, да. Если вспомнить, ну, если представить, какие сейчас они, там, о каком ненасилии они сейчас рассказывают, и представить то, что они говорили в 93-м году, да, 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 какие письма они подписывали. В подписи была, там, Джавы, и Лихачёва, и когда пел Ахмадулина, и Гранина, и... После этого всерьез воспринимать какие-то тексты Лихачёва, да, допустим. Да, и... Я, ну, здесь согласен, потому что отправной точкой вот этой реакции, которую мы получили, ну, и ко мне ведь, это 93-й год, это 93-й год и потом вот эти выборы 96-го года. Это две точки, две точки невозврата, если можно, то есть точки невозврата, могут быть две, да. И мы получили вот этот расцвет реакции, расцвет консерватизма в 96-м, 93-м, да, когда был расцвет Белый дом, да, и те, кто... И, то есть, и вот эта группа, да, так сказать, либеральных, да, демократическая, как бы, демократическая прослойка, да, она призывала государство, то есть, стрелять по Белому дому и так далее, и так далее. Как они писали, там, какая жалость может быть, да, к этим коммунистам и фашистам, да. И наша армия, почему она нас не защищает, да, и этой конституции. И обращаясь к государству, да, обращаясь к государству, они усилили его, и потом получили этот маховик, разминулся обратно, а мы получили это все равно назад. И, то есть, и в 96-м, когда они, когда спокойно должен был Дюганов, там, убедить, да, по всем соцопросам, но они опять, вот эта, пошла мощная, мощная, да, электоральная подпитка, да, Гельцина, и получилось так, ну, получилось так, как получилось, да, и это точно такой же сценарий. И все это развернулось опять в их сторону, в нулевой. Поэтому, когда эти люди говорят о неисправилизии, то есть... Да и интеллигенция придала русский народу еще в советской области, сейчас русский народ не мстит. Она стала такой снобисткой, такой, как бы, священной, вот эти все, там, обибихи, это все пятигорские, вот эти все, там, мамыр-дашвили, это все ужасно снобистская, как бы, такая высокомерная поза, да, и народ сейчас страшно не мстит, и кто, в том числе вот... Ну, как-то бессознательно, наверное, с таким сердцем не думают, то есть, можно сказать, как нафигские... Да, отъем европейского, мне кажется, как... Ну, просто да, сформировался в этом негатив, да, это как почему-то... Я так немножко не соглашусь, вот эти вот такие рассказы очень про вот это злостное диссидентство, да, там, про предательство, то есть это во много степени уже современная все легенда. Большинство людей, которыми вот это вот диссидентское переписывание, я имею в виду, ну, и творческие, как бы так далее, эти элиты, на самом деле таковыми не являлись. Это не инсиденты, диссиденты немножко другое. Диссиденты это политические оппозиционеры, а это были люди, которые как бы вставали в их метапозицию. Ну, такие фронтирующие инсиденты. Ну, немножко там, типа, в кармане не дружали, но немножко все более толстно. А вот мы упустили важный вопрос. Мы говорили как о бизнесе религии и просто как идеологии, но еще очень важно как о способе управления людьми. И вот к чему христианство, православие в данном случае, но в исламских регионах ислам, очень хорошая система управления людьми и государство очень сильно это поддерживает. Пообщайтесь с любым прихожанином, который часто обращает православную церковь, мне кажется, наверняка будет за путь. Ну, не на сто процент. Не всегда и не на сто процент. Да, часто, но не на сто процент. Все-таки, я думаю, что, ну, не думаю, я знаю, что гости обратно. Нет, тут уже сегодня ты, по-моему, говорила, это очень правильно, да, что как бы ислам, он изначально был не религией, а политикой, да, то есть как бы вот этой вот школой выживания, да, как бы я на роли. Нет, политика это составная, как бы младший партнер религий, но партнер, да, в случае. Нет, мне кажется, что он может говорить, что до той степени, что политика, она включена в сам ислам, да, то есть... Да, 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 потому что в самом Коране, да, в хадисах уже дана модель. Да, поэтому, почему это бывает, что как бы не всякой религии можно управлять, потому что, если, как бы, ну, традиционные устои религии такие, да, то такой религии можно. А как можно управлять, ну, скажем, какой-нибудь другой интернет? Я уже слабо представляю. Нет, у нас есть три традиции, все-таки, там есть суницкая жизнь, да, и смаилитская, но... Нет, дело в том, что вот все мусульмане, которые живут в советских обществах, это исламка с премесям, это суфизм, это исламка, который совмещен с клатонизмом, то есть, как бы, есть понимание того, что другие веры, да, то, что в понимании сунидов, это язычники, которые предают богу сунидов, они как бы убивать, они как бы понимают, что это, они тоже, как бы, близки к идеям, к абсолютам, по-другому его называют, вот, поэтому внутри ислама тоже есть как бы три... Ну, внутри ислама, на самом деле, там есть тоже бесконечное множество, люди с разными... Ну, можно так сказать, там есть тоже и протестанты, и кто угодно, там, да, допустим, ну, там, какой-нибудь ваххабизм, да, чистый... Ваххабизм, это... Это типично протестантского фрейма. Да, это радикальный суветизм. Ну, не скажу, насколько он радикальный, он фундаменталистский, но насколько ваххабизм в чистом виде радикальный, я... Ну, они говорят, они говорят о том, что нормативно для мусульманина жить в исламском государстве. И только. Потому что если он находится под властью кого-то другого, то это для него огромное унижение. Ну, поэтому, в принципе, тут, как бы, двух принять быть не может. А вот, как раз-таки, те, кто софийское принять, да, они понимают, что, как бы, это есть... Допускают некий плюрализм. Да, 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 да. И, как бы, они говорят о том, что, вот, есть люди, которые просто иначе не любят Бога. Вот, если вот так вот... Ну, да, к людям писания, они, конечно, относятся терпимее, да, но, опять же, а как они... К тем, кого они, ну, считают язычниками, да, допустим, относятся, там, к индуистам... Да, язычников почти нет в нашем мире, но с точки зрения всех... А индуисты для них не язычники? Нет, 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 так же... Нет, и индуисты, это те, кто все-таки, гораздо восточнее, чем... Ну, например, если... Нет. Если они пересекаются где-то в районе Пакистана или... Ну, да, ну, да, ну, нет, ну, вообще, там, как бы... Они в районе Бангладеш. Вообще, а язычники, это все, кто знает много товарищей, поэтому я их там не убивает, конечно, вот. В отличие от христиан и иудеев, которые тоже мусульмане, но неправильные мусульмане. Ну, да, люди-косване, да. Вот, в виде клиники, да? Ну, думаю, уже начали говорить о религии, как, как сказать, умник государства, образующих функций, но мне сразу показали к примеру, когда Крещение Руси предошло, что тоже известный князь выбирал религии долго... Ну, это как бы такая, ну, не то, что красивая религия, ну, как миф есть. Медится, да, фактически, я очень сильно сомневаюсь, что Владимир мог принять иудеизм. Да, нет, но он же все равно зачем-то это сделал, потому что это ни слова, конкретные цели. Ну, политически, да, наверное, политическая составляющая этого действия была сильна, ну, я не думаю, что всерьез пошел выбор между православным и иудаизмом, там, да. Ну, это не... Не думаю, что все было, как в Романе Павиче, да, где было состязание трех философов. Не, ну, все равно, что вот и в данный момент государство ловко мотивирует вот этими, ну, играми с православием, там... Ну, на том стоит, да, ну... Ну, то оно и наше время, конечно. Ну, что, мы уже все устали, да? Ну, что, все. Ну, что, все. Давайте я тогда смодерирую, конечно. Да. Ну, все, спасибо всем. Я сейчас небольшое... Вы закончили, да? Да. Я, как бы, вижу у нас сегодня некоторые новые элисы, ну, у меня плохая память на элисы в этом дело, да? Но, тем не менее, тем не менее, хотел просто сказать, что мы, как бы, старались заполнять это помещение интересным контентом, поэтому подписывайтесь на Twitter, и в Facebook, и другие интернеты, смотрите. Спасибо.